В связи с комплексным благоустройством 3-го микрорайона после сдачи садика в 3-м микрорайоне и строительством школы, там у нас на сегодняшний день сколько, Дмитрий Николаевич, объектов? 4 тысячи, а в 3-м микрорайоне 300 объектов надо удалять, потому что по проекту там идет набережная, которая ближе к реке Магаданки, и все нужно выталкивать оттуда. На заседании общественной палаты города Магадана активисты подняли тему вывоза многочисленных гаражей с различных территорий областного центра. К общественникам обратились жители столицы Колымы. Объявления о вывозе гаражей наклеиваются за неделю до их эвакуации, что не позволяет людям принять и реализовать какие-либо меры самостоятельно. Владельцы данных объектов готовы были вывести объекты на какие-то там дачные участки или на другую территорию за счет собственных средств. Но в летний период, потому что сорвать замерзшие гаражи и прочее, нереально просто. То есть за какой период предупреждаются, то есть вывешиваются объявления, если в течение недели понятно, что это невозможно физически сделать. Я помогу Дмитрию Дмитриевичу. Во-первых, энергостроители уже три года проклеивают объявления, и есть возможность и в зимнее, и в летнее, и в весеннее вывести. Но они категорически этого не делают, и сейчас активизация всей этой работы произошла на фоне всех проверок, которые ведутся после смерти ребенка. Вот сейчас они засуетились. На самом деле все гаражи, которые установлены на улице энергоспроителей, они установлены без правообстановщик документов. Вопрос к энергетикам, которые подключают несуществующие объекты на несуществующих земельных участках, но активизация сейчас связана именно с этим. На вопросы общественников подробно ответил руководитель управления административно-технического контроля мэрии Магадана Дмитрий Мигалин. На средства областной программы «Столица» специально под возросшие объемы сноса незаконных строений закуплена дополнительная спецтехника. Работает, работали, работаем и будем работать дальше. Наш план, если я повторяю, это 4 932 объекта. Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для вечернего Магадана.